В беседе с Шойгу Владимир Путин отменил штурм Азовстали, равно как был прекращен масштабный арт-обстрел этого объекта. Эльвиру Сухибзадну Набиолину переназначили главой Центробанка. В России происходят теракты, подозрительные поджоги. Это главный обзор событий за прошедшие сутки. Итак, в Кремле Сергей Кужегветович Шойгу, которого фейкомета либеральная оппозиция успела 10 раз похоронить, что у него там инсульт, инфаркт, его вообще избили, и Путин потерял к нему доверие, все что угодно, вот, пожалуйста. Предлагаем, что промышленный зону считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. То есть предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойно обращает. Ну, понятное дело, что если за все это время, прошедшее время, когда были объявлены эти зеленые гуманитарные коридоры, выходите, сдавайтесь, все у вас будет хорошо, никто вас пытается расстреливать не будет, давайте уже закончим это все, если это до сих пор не сработало, то будут брать измором средневековая техника, осада, сидите там, у вас кончается еда, вода, вылезите сами, тут мы вас с тепленькими и примем. В соответствии с соответствующими международными правовыми актами всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности войска. Представьте, пожалуйста, предложение о полнаграждении отличившихся. Но опять же, если Азовсталь так и не была взята, хотя сутки назад мы с вами обсуждали, что судя по тому, какой был объявлен артобстрел, и Кадыров обещал, что буквально через несколько часов все это закончится, но нет. Так что, что одна страна нам рассказывала неделю назад, украинцы Арестовичи, вот эти Зеленские рассказывали, «Ой, такое подкрепление мощное пришло в Мариуполь, прорвало все окружение, все, короче говоря, путинские войска вот-вот разбегутся в ужасе». И то же самое Путин с Шойгу обсуждают, рассказывают. Ну, понятное дело, что пропаганда в первую очередь действует на узкую часть аудитории. И что с одной стороны, что с другой стороны. Но то, что большая часть солдат все-таки сохранят жизни, это однозначно позитивный момент. Путин поручил Шойгу еще раз предложить боевикам сложить оружие. Между тем, российские подразделения уже начали перебрасываться из Мариуполя на другие направления. Как сообщают военкоры Андрей Руденко и Семен Пегов, после объявления Шойгу о взятии Мариуполя под контроль, подразделения ДНР и РФ осуществляют переброску на другой участок фронта. Среди подразделений батальон «Сомали» под предводительством Тимура Курилкина позывной бойкот, который сыграл одну из ключевых ролей в наступательной операции Народной милиции ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации. Из-за этого операцию Пушилин удостоил Курилкина званием героя ДНР. «ВСУ ударят по Крымскому мосту при первой возможности», заявил секретарь СНБО Данилов. Это, опять же, очень странное заявление. Ну, во-первых, нам же рассказывают, что на Украину поставляют огромное количество самого разного вооружения, и вообще у них там есть всякие ракеты, там все у них есть. Они до сих пор не имели никакой возможности ничем ударить по Крымскому мосту? Звучит как-то очень странно. Во-вторых, а в чем смысл? В чем смысл бить по Крымскому мосту? Абсолютно непонятно. Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому Российская Федерация перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии. В беседе с журналистами Алексей Данилов пригрозил, что такая вероятность активно прорабатывается в СУ. «Если бы у нас была способность, мы бы это уже сделали. Как только будет возможность это сделать, обязательно сделаем», заявил Данилов в эфире радио НВ. В то же время секретарь СНБО не смог уточнить, есть ли украинные вооружения, которые позволят стране атаковать мост, и появятся ли они в перспективе. Не, мы очень хотим, но мы вообще не в курсе, какие вооружения и чего вооружения. Следующая новость. В этот же день, вдумайтесь, вроде бы смешно, с другой стороны, собирался взорвать железную дорогу под Симферополем, ФСБ раскрыло подробности предотвращения теракта в Крыму. В ЦОС спецслужбы сообщили, что подрыв железной дороги близ Симферополя готовил сторонник исламского государства, симпатизировавший киевскому режиму. Задержанный действовал по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против вооруженных сил РФ и на Украине. В ФСБ проинформировали также, что у террориста были найдены две самодельные бомбы, схема закладки бомбы под железнодорожное полотно, а также различная литература экстремистского толка. И опять же, по кадрам видно и понятно, что задержанный как раз не представлял украинских националистов в первую очередь. Судя по литературе, судя по эмблемам, это в первую очередь исламские какие-то радикалы. Может быть, это представители крымско-татарских каких-то сообществ. Вы видите здесь, исламские символы. Ну и есть символика в цветах украинского флага. Следующие новости тоже серьезно заставляют задуматься. Произошло два крупных пожара с человеческими жертвами. Два человека погибли в результате пожара в здании ЦНИ Минобороны. По последним данным, за медицинской помощью обратился 21 человек. Пожарные продолжают бороться с огнем. Число погибших при пожаре войск ВКО в Твери увеличилось до 5 человек. Потом список до 11 человек увеличился. Сейчас вы видите его на экране. Потом до 15 человек могут находиться под завалами в здании ЦНИ войск ВКО в Твери. Сейчас эту информацию проверяют экстренные службы. По последним данным, 7 человек погибли, 26 пострадали. До 15 человек погибло в ЦНИ войск Минобороны. Совпадение? Вот просто так возгорание именно в ведомственном, оборонном, ЦНИ. Вы верите в такие совпадения? Это кто-то из сотрудников устроил диверсию? Или специально засланный диверсант это устроил? Или что там произошло? Но факт. Погибло 15 человек. Пожар произошел на территории химического завода в городе Кинишма Ивановской области. Из здания эвакуировали 143 человека. Пожарные ликвидировали открытое горение, сообщил оперативный дежурный ГУМЧС по Ивановской области. Опять же, два крупных завода, две крупных организации в разных регионах. Возвращаемся к вопросу организации блокады и блокирования Азовстали. Марат Баширов пишет. Полезного в этом решении много. То есть зачистят верхнюю часть, перекроют выходы из подземного города Азовстали, поставят блокпосты с техникой и будут ждать. Сколько? Никто не знает. В чем полезность? Подтвердилась информация, что нацбаты прикрываются гражданскими и их много. Подождите. Сначала, еще неделю назад, нам уверяли, что это фейк. Три дня назад, все-таки оттуда вышла крупная группа гражданских. Часть военнослужащих сдалась в плен, и гражданских часть вывели с собой, несколько десятков человек. Выяснилось, что это все-таки не фейк. Какие-то гражданские там были. Но все эти дни, несмотря на то, что выяснилось, что там все-таки есть еще гражданские, вы продолжали артобстрел в Азовстали. Так что даже Рамзан Ахматович был уверен, что мы вот-вот ее там всех задавим, все возьмем. Что за хренатень? То есть вы знали, что там гражданские, и все равно осуществляли артобстрел. И, видимо, именно ради этих гражданских, чтобы не было дополнительного повода объявлять, обвинять Россию в зверствах и военных преступлениях, все-таки это было отменено. Второй вопрос. Есть там гражданские в заложниках. Вы их тоже на гол-то обрекаете? Они там будут под землей сидеть в этих катакомбах Азовстали, без еды, без воды. Странная картина получается, не находите? Второе. Сохранение жизни наших солдат. В катакомбах сплошные засады, огневые точки, и у нас не будет преимущества в виде бронетехники. Понятно, это бесспорно. Слава богу, если все-таки не будет там больше перестрелок, будет просто сдача в плен, больше жизни сохранится. Да, иностранных офицеров хотелось бы получить для военного интервью. Логичным шагом будет запустить туда представителей Красного Креста, чтобы те осмотрели гражданских. Гуманитарный характер решения очевиден. Теперь ответственность за жизни гражданских и солдат ВСО лежит на киевском режиме, который или должен дать приказ сдаваться, или наблюдать за медленной гибелью людей, которых не штурмуют. С этой точки зрения мы получаем серьезный пиар-кис для западных СМИ. Но вы же понимаете, что западные СМИ просто забудут об этом факте. Ну, естественно. В это же время появляется Зеленский и заявляет, Украина готовится к военному пути разблокирования Мариуполя. Это как? Весь Мариуполь зачищен? Только в катакомбах АЗОВ-стали, а остались какие-то подразделения? Без возможности вести какое-либо наступление. Что теперь может сделать Украина? Это опять безответственное заявление. Сегодня услышал интервью Михаила Подоляка. Это который представитель Киева в переговорной группе, который с Мединским общается. И он говорит, как можно вообще слушать российскую сторону? Они делают столько безответственных заявлений. А вот украинская, мол, сторона, это вот самая ответственная из ответственных. Я, конечно, прошу прощения. Только за последние два месяца сколько было, не побоюсь этого слова, обсеров со стороны украинской власти. Ну, например, они заявляют, Турция перекрывает пролив Босфор для прохода российских судов. Все. Проходят сутки. Турки заявляют, мы вообще такого не делали и не собирали. Что за фигня? Зеленский заявляет, Израиль нам поможет. Израиль говорит, ну, у нас вообще-то не было таких планов. У нас как бы, ну, как бы мы не собираемся участвовать в этом противостоянии. У нас своя позиция. У нас другие дела. Зеленский начинает оскорблять израильское руководство. В итоге Израиль даже протестную ноту Зеленскому вручает. Что, типа, вы там охренели что ли совсем? А ну-ка заткнитесь. В итоге заткнулись. Зеленский заявляет, мы передали все документы, нас Евросоюз сейчас примут. Евросоюзе заявляют, никаких документов мы не получали. И еще через двое суток все-таки Зеленский передал им документы. Вот это ответственная сторона. И вот, пожалуйста, Мариуполь полностью под контролем России, кроме катакомб Азов-Стали. Надеюсь, что там остались живы гражданские. Зеленский говорит, мы сейчас прорвем кольцо блокады и поможем, и их освободим. Вы знаете, зачем это делается? Эта информация, в первую очередь, для тех самых бойцов, которые будут сидеть и ждать. Вот-вот мне помогут. То есть, если помощи нет, понятно, надо сдаваться. Но Зеленский же заявляет, что вот-вот помогут, значит, не надо сдаваться, надо ждать и терпеть, и сейчас все будет хорошо. Эта дезинформация, в первую очередь, для украинских же солдат. Ну и, конечно, для пропаганды. Нацисты готовятся сдать Одессу. Из Одессы отправляют эвакуационные поезда в Ужгород и Черновцы. И это не забота об одесситах, ведь к пассажирским вагонам цепляют вагоны с боевой техникой и армейским имуществом. А среди пассажиров много военных. Киев сдает Одессу или готовится к конфликту с Венгрией и Румынией? Очень интересная постановка вопроса. Если эта информация верна, я надеюсь узнать какие-то подтверждения из более каких-то осведомленных источников. Это очень интересно. Последние несколько недель Одессу постепенно готовили к масштабным боевым действиям. Ее накачали вооружениями. Потом знаменитая знаковая история потопления крейсера, флагманского крейсера Москва в Черном море как раз недалеко от Одессы и внезапно оттуда начинают выводить войска и тяжелую технику. Что такое произошло? Сработали какие-то закулисные договоренности? Или поняли, что Россия теперь шутить не будет, будет очень жестко наступать? Или что там происходит? Очень интересно. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем расставить все точки над ее. Новая Украина на освобожденных вооруженными силами России территориях Харьковской области может пройти референдум. Как заявили в беседе с журналистами глава Временной гражданской администрации Виталий Ганчев, в демократическом обществе подобные решения должны принимать не власть, а население. Поэтому сразу после стабилизации ситуации будет решаться вопрос о дальнейшем политическом будущем региона. Когда мы освободим и деноцифицируем всю нашу территорию, будет принято решение проведения опроса среди населения или референдума. После этого мы будем принимать соответствующее решение. Вы меня простите, в Крыму все проходило очень тихо и гладко. Без жертв, без разрушений. Сейчас люди запуганы, люди расстроены. Даже после взятия Восточной Украины, Южной Украины под контроль, потребуется выждать хотя бы пару месяцев, подарить людям спокойствие, завалить их продуктами, отремонтировать дороги, срочно, спешно возвести жилье. И вот тогда, может быть, к осени можно будет объявить да, окей, референдум, и тогда, может быть, люди все-таки согласятся. Хорошо, мы с Россией. И, конечно же, это время нужно будет посвятить объяснению людям, что происходило, почему происходило и так далее. Вот я сегодня только встречался с людьми. Рассказывают мне конкретную историю. Не буду говорить, где я, не буду говорить, что я, не буду говорить, как. Вот есть город, стоят некие войска и видят, из этого города прилетают снаряды. Вот с той стороны летят снаряды. Значит, там враг. Начинаем стрелять. в городе многие дома уничтожаются. На самом деле, в городе врагов нет. Они находятся не в городе, они находятся за городом, с другой стороны. Они точно так же стоят и видят, о, с той стороны до нас что-то долетает. Будем бить в ответ. Наверное, в городе враг. Вот они стоят с двух сторон от города, друг в друга пытаются выстрелить, и значительная часть снарядов попадает в этот самый город. Я не говорю, что это на Украине происходит. Нет, ни в коем случае. Нет. Я же не пытаюсь рассказать, а как происходят разного рода казусы, от которых страдают мирные жители. Почему украинцы говорят, что, блин, вообще-то все не так уж однозначно? Что вообще-то есть разрушения, и страдания, и трагедии, и много там. Это все придется объяснить. За это все придется спросить, почему у России до сих пор нет беспилотников и дронов, которые могут четко определить, что не в городе располагается враг, противник, по которому стрелять надо, а он в другом месте совершенно. Разве сейчас с воздуха это невозможно все засечь и проконтролировать? 21 век, блин. Поэтому вопрос о референдумах, мне кажется, надо еще подумать как следует. Турция пока не согласна с требованием Украины предоставить ей гарантии безопасности по образцу пятой статьи договора НАТО, заявил глава МИД страны Мевлюд Чавушаглу. Для начала нужно конкретизировать запрос Киева, объяснил он в интервью CNN Тюрк. Не может быть никаких гарантий, пока непонятно, что это за гарантии. Вот вдумайтесь, да, опять к вопросу ответственных заявлений Зеленского. Вот, пожалуйста, турки говорят, а мы не понимаем, что от нас хотят. Какие, блин, гарантии, какая пятая статья? Между тем, финны в парламент проголосовали за вступление страны в НАТО. Прямо вплотную к нашей северной столице будет размещаться тяжелое и опасное, в том числе наступательное вооружение. Обезопасились? Вот, посмотрите, 109 за, 12 против. Каково? Финны подавляющим большинством голосуют за вступление в НАТО. Москва вправе считать за законной целью любой транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории. Говорим об этом прямо, заявил МИД РФ. «Ну, так когда же вы начнете что-то с этим делать?» Уже весь мир говорит, да, мы поставляем на Украину вооружение. До сих пор минимальные были попытки с этим что-то сделать. Москва вправе, но делать, реализовывать это право мы не собираемся. Так, что ли, получается? Мы не дадим киевскому режиму перегруппировать свои силы. Россия отвергла предлагаемое ООН пасхальное перемирие на Украине. Выступая в Совбизе международной организации зампред РФ в ООН Дмитрий Полянский дал понять, что это не входит в интересы российской спецоперации. Не буду скрывать, что очень лживо и низко звучат сегодня призывы к перемирию и прекращению огня, которые на самом деле дадут киевским националистам и радикалам временную передышку и возможность перегруппироваться. Был знаменитый призыв устроить пасхальное перемирие на четверо суток. Российская страна это отвергла. Штайнмайер не прощает обид. Все пожелания Киева по поставкам оружия из ФРГ, включая тяжелое вооружение, вычеркнуты напрочь. Бундесвер сократил минимум в два раза список экспортных вооружений для Украины, который ранее был подготовлен представителями военно-промышленного комплекса страны. Кстати, это может быть ура-патриотическая фейковая статья отрядовки. Завтра посмотрим на подробную детальную информацию, потому что есть информация прямо противоположная о том, что, мол, Германия, напротив, наращивает поставки вооружения. Ну и напоследок. Госдума утвердила кандидатуру Эльвиры Набиулиной на должность председателя Банка России. Решение принято на пленарном заседании 21 апреля. После долгого обсуждения за переназначение проголосовали 338 депутатов. Это ЛДПР, Новые люди и Единая Россия. Против 83 человека КПРФ и Справедливая Россия. Помянем российскую экономику минутой молчания. Представитель Пентагона в разговоре с CNN признал, что в США не представляют, куда в конечном счете уходят огромные массы вооружений, поставляемых Украине, назвав ее черной дырой. Зачем же вы этим занимаетесь, если вы не знаете, где потом окажется ваше вооружение? Будет продано на черном рынке или чего, или как? Еврокомиссия публикует свое мнение о вступлении Украины в Евросоюз в конце июня, то есть еще через два с лишним месяца. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Вопрос расширения Евросоюза очень чувствителен, но мы начали политический процесс для того, чтобы обменяться мнениями. Просто мнениями обменяются. Знаете, что это такое? Они рассчитывают, что к тому моменту уже спецоперация закончится? Уже мировая общественность не будет следить за ситуацией, и они скажут, мы, конечно, очень хотим принять Украину в Евросоюз, но в другой раз. При первой же возможности, как только позволят сложившиеся обстоятельства. спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, высказывайтесь в комментариях. Вместе мы сила, вместе мы обязательно победим. И я, конечно же, имею в виду не спецоперацию. Я не считаю спецоперацию какой-то принципиальной коренной победой. На мой взгляд, это вынужденная мера. Коренная победа будет осуществляться совсем на других фронтах. В информационном, экономическом, цифровом плане, в политическом плане. И эта победа нам нужна как воздух. И Россия, и Украина, и Беларусь постепенно вымирают, деградируют и отстают. А у нас впереди глобальный мировой экономический финансовый коллапс. И как мы будем выживать с набиулиной во главе Центробанка это очень большой вопрос. Берегите себя и своих близких. Хорошего вам дня. До новых встреч. Пока.